Неверный выбор скорости в сложных метеоусловиях стал причиной целого ряда аварий, произошедших накануне на Урале. На автодороге Екатеринбург-Челябинск, рулевой японского праворольного минивэна, пойдя на опережение попутных автомобилей по левой заснеженной полосе, потерял управление, допустил снос автомобиля и врезался в фонарный столб. Авария, запечатленная видеорегистратором, произошла в понедельник в половине десятого утра на Челябинском тракте, а несколькими часами раньше, в ночь на понедельник, на той же автодороге, но имеющей название Свердловский тракт, в районе трамвайного депо в Челябинске, другой гонщик отправил в столб половину своей машины. Почему половину? Да потому что при первом столкновении с бордюрным камнем, ВАЗовскую десятку разорвало пополам. Задняя часть автомобиля пролетела еще сколько-то метров и врезалась в железобетонную контактную опору. Как рассказали в ГАИ Челябинска, за рулем Лады находился 18-летний водитель, недавно получивший права и решивший прокатить двух своих подруг 18 и 19 лет. Двигаясь по Свердловскому тракту, он, что называется, закусился с водителем еще одной такой же десятки, разогнался и ушел в правый занос. Удивительно, но водитель разбитого автомобиля выжил и даже оставался на ногах во время общения с полицией, а вот обе его пассажирки тяжело пострадали. Девушки были доставлены в реанимационное отделение с так называемой политравмой. Одна из них по-прежнему остается в коме, другая в сознании, но ее состояние оценивается как очень тяжелое.